Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим, что такое обморожение, ее первые признаки и оказание первой помощи. Обморожение – это повреждение ткани тела, вызванное холодом. Внешнего, почти невидимого снижения температуры тела на 2 градуса ниже. 34,4 градуса может быть достаточно, чтобы убить человека. Обморожение – это попытка организма сохранить тепло, полностью прервав кровообращение в определенной области. Довольно часто, субъективно, в первые моменты переохлаждения или даже отморожения, человек слабо воспринимает наличие этого факта, так как онемение в холодной коже изначально мало беспокоит ее владельца. Только через некоторое время к необычной бледности кожи могут присоединяться вялость, озноб и недомогание в обнаженных частях тела. Если эти симптомы указывают, по крайней мере, на переохлаждение, а длительное воздействие низкой температуры может привести к обморожению некоторых частей тела. Очевидно, что низкая температура может быть очень вредной для здоровья человека. Обморожение может привести к смерти, поэтому всегда следует стараться исключить возможность обморожения. Важно, как соблюдать меры безопасности в горах, заснеженных и холодных районах, так и осуществлять мероприятия по предотвращению обморожения. В частности, важно всегда учитывать погодные условия. Например, если ветрено и прохладно, лучше делать физические упражнения не на открытом воздухе, а в помещении. Кроме того, при работе в группе часто используется принцип взаимного контроля. То есть, поскольку человек, как правило, не обращает внимания на первые слабые признаки обморожения, будет полезно сообщить о резком изменении областей лица, ушей, носа человека, который находится поблизости. Важно обратить должное внимание на одежду. Желательно отдавать предпочтение свободной, ветренной и влагопроницаемой одежде. Также не рекомендуется удалять жажду холодной водой, снегом или льдом. Особое внимание следует уделять ногам. Плотная обувь, отсутствие стелек, влажные и грязные носки часто являются основными причинами трения и обморожения. Для людей, которые часто имеют потные ноги, особое внимание следует обратить на обувь. Варежки и перчатки должны быть сухими и чистыми. Профилактика включает в себя закаливание. Так, довольно полезно дома каждый день вечером обливать ноги сначала теплой водой, затем постепенно понижать температуру. Для закаливания организма также полезно, как контрактный душ, попеременно наливать горячую и холодную воду. Существенную роль играют горячие блюда и напитки, так как в течение 30-60 минут после их приема происходит постепенное повышение температуры тела в среднем на 6 градусов. Поэтому важно заранее подготовиться к выходу на улицу в холодную ветреную погоду. Главная цель первой помощи при обморожении – остановить воздействие холода и как можно быстрее восстановить охлажденную ткань до нормальной температуры. Первое, что нужно сделать, это завести человека в теплую комнату. При легком обморожении или переохлаждении полезны активные и энергичные физические упражнения. Если пострадавший не может двигаться, следует снять с него ледяную или мокрую одежду. Если ноги замерзли, замороженную обувь следует разрезать и снять. Трение разрешается только при очень мягком обморожении, так как оно может привести к повреждению сосудов. Трение снегом запрещено. Трение обычно проводится в течение 10 минут. Эта процедура согревает конечности, уменьшает и устраняет боль. Если ваши конечности остаются холодными и бледными, это указывает на более глубокое обморожение. Таким образом, обморожение – это серьезное повреждение организма, которое можно избежать, закалив себя, выбрав одежду и обувь, подходящую для погоды, и сохранив их сухими и чистыми. Человек должен знать, какие меры предосторожности следует принимать против обморожения и оказания первой помощи в случае обморожения.